МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 95 сообщений о происшествиях. Заседание совета по малому и среднему предпринимательству. Если раньше считалось от количества объектов, то теперь считается от квадратных метров. Рассчитывается потенциально возможный доход на один квадратный метр. Новогодний утренник для юных жителей Десногорска в Стентре культуры и молодежной политики. Новый год – это всегда волшебство даже для взрослого человека. На заседании административной комиссии 25 декабря были рассмотрены очередные протоколы о правонарушениях и подведены итоги деятельности за 2019 год. От каких проступков Десногорцы пока не готовы отказаться даже под угрозой штрафа – далее в сюжете. В 2019 году у административной комиссии Десногорска проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 234 протокола об административных правонарушениях. Большинство из них были по статьям о нарушении тишины в ночное время и невыполнению норм благоустройства, к чему относится и парковка вне отведенных для этого в местах. Был назначен административный штраф в виде наказания по 189 протоколам. Общая сумма наказания составила 1 миллион 808 тысяч рублей. Также 25 декабря были рассмотрены очередные административные протоколы. Из 18 нарушителей заседание посетили 8 человек. Предновогоднюю пору некоторые десногорцы продолжают неуважительно относиться к покою соседей в ночное время. По соответствующей статье было представлено 6 протоколов. Не выполняю требования, установленные нормативными актами, влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5, минимально 3, минимально 5, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, и на юридических лиц от 300 до 500. Кроме этого, было рассмотрено 12 протоколов о нарушении норм благоустройства территории. Большинство случаев – парковка автомобиля на газоне или в пешеходной зоне. Допреждения от соседей не было никакого. Сразу же приехал сотрудник полиции. Не должны предупреждать, что будут ходить по дому и стучаться во все двери полвторого ночи, а потом нарваться на какое-то... Хорошо, что вы девушка там хрупкая и так далее. А если там компания с ножами, с топорами выйдут и встретят, и потом еще, не дай бог, дойдет до преступления. По 11 из 18 протоколов было решено назначить штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 95 сообщений о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 126 административных правонарушений, в том числе 95 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения а в общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек. 25 декабря в городской администрации прошло заседание Совета по малому и среднему предпринимательству. На совещании представители организации обсудили различные интересующие их вопросы, связанные с действующим законодательством. Налоговые каникулы, введение в действие патентной системы налогообложения, а также о самозанятых гражданах. Эти и многие другие темы были повесткой дня заседания Совета по малому и среднему бизнесу. Одним из главных вопросов был закон о введении в действие патентной системы налогообложения. Подробнее об этом рассказал представитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер один по Смоленской области Алексей Козлов. Теперь это упразднено. Теперь за каждого работника к стоимости патента добавляется фиксированная сумма. И рассчитывается уже, то есть, ну скажем так, кому было три работника, им будет выгоднее, чем было в прошлом году. Потому что так они платили как бы за пять максимально возможно, а так за три, соответственно, будет меньше. Также изменения коснулись и тех, кто осуществляет деятельность по сдаче в наем жилых и нежилых помещений. Если раньше считалось от количества объектов, то теперь считается от квадратных метров. Рассчитывается потенциально возможный доход на один квадратный метр. Выходит, что в Десногорске потенциально возможный доход с одного квадратного метра – 4800 рублей в год. А стоимость патента также на один квадратный метр будет равна 288 рублей. Еще один важный вопрос заседания – о самозанятых гражданах. Им предлагается выйти из тени и работать официально, выплачивая налог государству от 4 до 6% от заработанного. При этом за неуплату в казну полагается штраф. Но такой налоговый режим на территории Смоленской области пока не действует. Я видел одно письмо, наверное, в ФНС оно было, в котором говорится, никто не запрещает вам проехать в Калужскую область, там, сферироваться и вести деятельность в другом месте. Следующая встреча совета пройдет в 2020 году. Ну а пока у предпринимателей еще есть время подготовить новые интересующие их вопросы. Олег Соловьев, Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ирофеев, Десна ТВ. Считанные часы остались до самого волшебного праздника в году. А это время создавать сказочную атмосферу и для своих любимых чад. В этом помогают различные утренники. На одном из них 28 декабря побывала и наша съемочная группа. Тот самый снеговик-почтовик из советского мультфильма ожил на сцене Центра культуры и молодежной политики и начал свое приключение в поисках Деда Мороза. Пройти долгий и тернистый путь, а главное – сохранить письмо в целости и не отдать его хитрым сказочным героям. Было нелегко. И все ради детей, которые хотели получить на Новый год большую и пушистую елочку. Как и положено каждой сказке, добро победило. И пушистая зеленая красавица была доставлена на главный праздник вовремя. После театрализованного выступления все сказочные герои вместе с маленькими зрителями отправились водить хоровод вокруг елочки. Подготовились и дети. Они пришли нарядные и с выученными стихотворениями. Буратино, снежинки, принцессы – кого только не было на новогоднем утреннике. А родители считают, что чем больше праздников, тем лучше. Предела нет. Сыну 8 лет, ему весело, мне тоже интересно. Он у меня в семье третий. Не знаю, Новый год – это всегда волшебство даже для взрослого человека. Детям дает ощущение праздника в первую очередь. Посещать много тоже не надо. Два-три утренника достаточно. Представление хорошее сделали. И детям понравилось. В восторге. Моя внучка здесь в восторге была. Такие добрые сказки – дело рук сотрудников Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами города. Благодаря им у детей появляется праздничное настроение и вера в самое настоящее новогоднее волшебство. Дорогие жители нашего города, мы вас все поздравляем с наступающим Новым Годом! Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. На этом выпуск завершен. Дорогие телезрители, мы желаем вам счастливого Нового Года. Пусть вас ждут только приятные события, новые свершения и значимые достижения. Оставайтесь в компании Десна ТВ. На новогодние выходные для вас мы подготовили кое-что интересное. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова